Здравствуйте! Меня зовут Сергей Толмачев и вы смотрите специальный выпуск программы «Научная среда». Новосибирске стартовал международный форум «Технопром». И сегодня расскажем о некоторых проектах, которые будут представлены на венчурной ярмарке, где их смогут оценить потенциальные инвесторы. Новосибирские конструкторы разработали систему, которая способна существенно сэкономить на очистке кондитационных вод. Традиционные методы требуют большого количества электроэнергии, а в специализированной установке уменьшить ее потребление помогают законы физики. Давайте посмотрим, как устроена технологическая цепочка. Это очистные сооружения промышленно-логистического парка. Именно здесь собираются все сточные воды, причем не только из санузлов и раковин, но и от промышленных предприятий. Дальше воду отстаивают, фильтруют, а потом за дело принимаются бактерии, которые буквально пожирают и биологические, и химические примеси в ней. Но чтобы микроорганизмы со своей работой справлялись уверенно, им нужен кислород, а его нагнетают насосы. Есть разная линейка насосов. В зависимости от характеристики очистных сооружений, на данных установлен насос на 100 кубометров в час. В зависимости от объема очистных мы можем подобрать разные насосы. Процесс аэрации постоянный. Обычно на очистных станциях устанавливают компрессоры, которые просто гонят воздух внутрь емкости. Здесь инжекция, то есть непрерывное смешивание двух потоков веществ. Главные процессы происходят вот на этом участке, он называется каверна. Внутри создается волнообразное изменение давления вплоть до вакуума. И законы физики позволяют всасывать воздух с двукратной экономией электроэнергии. Можно нагнетать не только кислород, но и различные суспензии, которые реагируют с продуктами химического производства. Кроме того, вся конструкция, за исключением насоса, статична. То есть мало что крутится, и трение реже в воле деталей строя. Поэтому и быстрая самоокупаемость. Там нечему просто ломаться, потому что это металл, там ПВХ и движение воды с небольшими давлениями около одной атмосферы. То есть фактически мы работаем просто с потоковым движением воды. Вот, поэтому будет работать столько, сколько идет плановый ремонт насоса. Затем, опять-таки, он ремонтопригоден. Оборудование сконструировано так, что насос меняется в течение 30 минут. То есть не успевает осесть ИЛ, как уже остановка снова работает. Сейчас подобные системы установили на Байкале, в городе Усть-Баргузин, в Краснодарском крае. Ведут переговоры о масштабном переоборудовании очистных в Барнауле. Конструкторы надеются, что найдут заинтересованных бизнесменов и среди участников венчурной ярмарке на технопроме. Новосибирские химики выполнили стратегическую задачу. Разработали, испытали и запустили в опытное производство катализатор, которого в нашей стране еще не делали. Сотрудники предприятия провели журналистов по лабораториям и рассказали о перспективах. Анатолий Харитонов подробнее. От посторонних секретов много. Журналистов, операторов и фотографов в большинство лабораторий не пустят. Сотрудники предприятия боятся промышленного шпионажа. В 2018 году здесь начались эксперименты. Цель – получить катализатор, которого до сих пор не делали в России. Попытки увенчались успехом и вещество запустили в производство. Катализаторы используют для переработки нефти и создания новых материалов, в том числе пластмасс. Вещества ускоряют химическую реакцию. Не обойтись без них и в лесопромышленном комплексе при производстве смол. На столе образцы, форму и размер тщательно контролируют, даже измеряют лазером. Но одно дело – выпустить товар, и совсем другое – вывести. Логистические цепочки были сломаны, и восстановить их полностью еще не удалось. Кроме того, некоторые потребители нашей продукции, например, американцы, до сих пор не рассчитались с новосибирцами. Но наши земляки не отчаиваются, планируют развивать экспорт и прежде всего сотрудничать с дружественными странами. По словам директора предприятия, надо укреплять торговые отношения с ближневосточными государствами, а еще заключать контракты с индийскими и китайскими компаниями. Власти помогут. Мы можем субсидировать до 50% затрат на проведение оконно-конструкторских и научно-исследовательских работ, на получение образцов инновационной продукции в пределах 5 миллионов рублей. Эта мера востребована. В этом году решением губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова увеличен объем господдержки на эту программу. В этом году в нашем регионе 7 организаций уже получили такую поддержку. Речь идет об уникальных проектах по импортозамещению и созданию новых технологий. Что касается катализаторов, произведенных в мегаполисе, то они по своим характеристикам не уступают зарубежным. Не дать коронавирусу размножаться в клетках. Специалисты Новосибирского института органической химии активно работают над препаратами против вируса SARS-CoV-2. Ученые уверены, он останется в человечестве надолго, а может и навсегда. А течение болезни станет более легким, сезонным. Однако лекарство в запасе быть должно. Мои коллеги побывали в лабораториях и выяснили подробности. На данный момент в России препаратов от ковида нет. Лечат либо зарубежными лекарствами, либо применяют неспецифическую терапию. Природный спирт – эффективное сырье, на базе которого ученые ведут разработки. Он доступен и не требует больших финансовых затрат при добыче. В Институте органической химии получают барниол в качестве сопутствующего продукта производства препарата «Новосил». В данном случае мы работаем с соединениями природного ряда. Это в первую очередь соединения терпеновые, монотерпены так называемые. Они присутствуют в очень многих эфирных маслах, в растениях. Мы с ними сталкиваемся достаточно регулярно. Например, какие-нибудь мазилки от кашля. Они содержат и камфору, и барниол, и так далее. Ученые смогли выделить бициклический спирт фактически из отходов производства химического цеха института. В этой банке находится природное вещество – спирт барниол очищенный. На основе него новосибирские химики синтезируют новые вещества, активность которых впоследствии проверяют вирусологи на взаимодействие со штаммами коронавируса. Однако необходимый эффект дает не сам барниол. После получения вещества с ним проводят модификации. Путем многочисленных синтезов удалось вывести соединения, проявляющие специфическую противовирусную активность не только в отношении SARS-CoV-2. Эти вещества показывают активность в отношении вируса гриппа, в отношении филовирусов. А это самые опасные вирусные инфекции – это эбола и марбург. Эти же вещества показали хорошую активность в отношении респираторно-синтезиального вируса. Это тоже такое серьезное заболевание у детей. Ученые уверены, разработка может стать основой ингибитора, который будет блокировать вирус, либо вовсе не давая внедриться в здоровые клетки, либо блокируя его размножение уже внутри. В приоритете – ингибитор входа. Если не дать коронавирусу проникнуть в клетки, то и последствий для организма будет меньше. Впереди несколько лет работы, доклинические исследования совместно с вирусологами, выбранные более эффективные лекарственные формы, клинические испытания и, наконец, если препарат покажет эффективность – регистрация продукта. Сохранить энергию солнца и продлить световой день до заданного хронометража. Президенты Академпарка разработали умные теплицы и готовятся представить их на венчурной ярмарке форума. Давайте разберемся, как можно снизить себестоимость огурцов, помидоров и салата в сибирских условиях. Обычно в холодное время теплицы нагревают с помощью системы отопления, но в Технопарке предложили использовать излишки солнечной энергии, собирать ее из-под крыши и направлять в специальный аккумулятор. Европейские фермеры в качестве накопителя в таком случае используют песок. В Сибири нагревается вода и потом отдает тепло. Особенность водного теплоаккумулятора в том, что остывание воды, одного литра воды на один градус, нагревает 4 литра воздуха. Это очень эффективно. Еще одно ноу-хау – использование специальных ламп, которые могут работать в диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного. Это позволяет буквально продлевать световой день именно в том режиме, который необходим для растений. Если закат наблюдали, сначала у нас там красный свет, потом зеленеет, синий и прочее. Именно в этом и главная особенность, что растения реагируют при закате, например, что какое-то время еще должен быть инфракрасный свет. Он запускает особые биологические процессы, которые позволяют растению лучше адаптироваться к ночи. В сибирских условиях топливо для теплиц применяют 8 месяцев в году. Эта разработка позволяет вдвое сократить сроки отопления и очень существенно сэкономить. У нас в Сибири на 1 кг, чтобы вырастить 1 кг томатов, требуется примерно 12 рублей. Это в части топлива, в части тепла. Мы можем с помощью нашей системы сократить себестоимость. Примерно 4-5 рубля будет заложено в стоимости томатов. Это почти 70% экономии. Для производства систем в промышленных масштабах нужны инвестиции. И форум Технопром может стать хорошей площадкой для презентации разработки. В перспективе можно и ананасы в Сибири выращивать с низкой себестоимостью. Среди интересных инновационных проектов Технопрома покажут новосибирскую разработку мини-погрузчика. Особенность машины в том, что, несмотря на небольшой размер, функционально она способна выполнять как уборочные, так и строительные работы. Универсальная уборочная машина и погрузчик, заезжающий в дверной проем. На международном рынке это не ноу-хау, но в разы дешевле и прочнее аналогов. Вместо традиционного пластика для российских условий здесь все выполнено в металле. Полностью производится на наших площадях. От порезки заготовки в первом цехе до сварки, покраски полимерной и обработки последующей в механическом и сборки на сборочном участке. 85% комплектующих производят здесь же. Ковши для снега, отварные щетки, вилла, экскаватор, 50 элементов навесного оборудования. По сути для города это экономия при закупке техники, когда одна машина может и грязь грести, и почистить, и помыть, а в зимнее время и снег убрать. Техника максимально проста в использовании, то есть любой неподготовленный человек спустя 10 минут может уже уверенно ей управлять. И если мы касаемся сферы ЖКХ, то по предварительным просчетам можно заменить бригаду из 8 дворников. Однако в Новосибирске мини-погрузчикам пока заинтересовались лишь пара управляющих компаний. Основные заказы за пределами региона. На очереди разработка новых моделей уже с грузоподъемностью не 300 килограммов, а больше тонны. Позволяет выполнять более серьезные задачи в разных областях. И копать глубже, и поднимать больше, перевозить дальше и так далее. Там уже будет полноценная реализация кабины. Первый прототип в компании обещали представить уже к Новому году. Вместо химикатов клопы и жуки. Новосибирские биологи выращивают насекомых для борьбы с опасными вредителями. Пожирателями пшеницы, томатов, картофеля и домашних цветов. Насколько эффективен такой метод, выясняла Екатерина Стывков. Смотрите, это хищный клоп подизус, который является энтомофагом, естественным врагом колорадского жука. В руках Александры Зинковой будущие защитники сибирского урожая картофеля. У этих клопов аппетит хороший. Одна особь способна за сутки уничтожить больше десятка колорадских жуков, их личинок и яиц. В лаборатории целой колонии полезных хищников. Эти белые насекомые – личинки одной из разновидностей божьих коровок. Их привезли в Новосибирск с юга России. Через месяц личинки подрастут и смогут начать борьбу с мучнистым червецом, тем самым, который пожирает декоративные растения. В лабораториях Аграрного университета выращивают несколько видов энтомофагов. В пластмассовых домиках ученые поддерживают идеальные условия для размножения жуков и клещей. Температура – плюс 27 градусов, влажность – 70%. Рядом разводят и вредители. Выращиваем в отрубях и в муке. Это как раз тоже вредитель хлебных запасов. Если он заведется, уничтожит полностью все запасы. Идея биологической защиты посадок не на ванну. Александра Зинкова усовершенствовала технологию работы. Ускорила процесс выращивания колоний. Говорит, насекомые – отличная альтернатива ядам. Известно, что химические препараты несут за собой негативные последствия. Это и накопление химических препаратов в почве, накопление химических препаратов в самом растении, да, также гибель пчел. Для того, чтобы снизить вот этот вот химический пресс, да, негативный, можно применять полезные виды насекомых и клещей, естественных врагов, тех вредителей, которые у нас обитают. Многие вредители – гости заморские. Они быстро приспособились к суровому климату, но естественных врагов в сибирских широтах так и не нажили. В поисках насекомых, которые смогли бы защитить наш урожай, Александра объездила полмира. Теперь главное, чтобы жуки-новички смогли акклиматизироваться и пережить зиму. И все это только небольшая часть инновационных разработок, которые представили на форуме Технопром. Больше подробностей в следующей программе, которая будет целиком ему посвящена. С вами был Сергей Толмачев. Ровно через неделю увидимся и точно удивимся. С вами был Игорь Негода.